Въездной туризм может стать прекрасным средством для подъема экономики Волгограда в посткризисный период. Город имеет для этого все возможности. Развита туристическая инфраструктура, имеется огромное количество исторических и природных памятников. Существует также резерв. Инвестиционных вложений ждут объекты, которые вполне могут стать туристически привлекательными. Например, Ергенинский источник, расположенный в Кировском районе Волгограда, имеет прекрасные шансы превратиться в метку для туристов. Его целебные свойства известны давно. В этой воде содержатся те же элементы, что и в воде из свинтуки 17. Поэтому она цена для лечения желудочно-кишечного тракта. Впервые свойства ергенинской воды описал один из врачей, живших в немецкой колонии в Сарепте. Во времена Екатерины II здесь лечила свои недуги элита государства российского. Но с открытием минеральных вод поток дворянского туризма переместился на Северный Кавказ. Причиной тому стал климат. Как говорил один из царицинских чиновников, климата у нас никакого нету, окромя зноя. Вот и теперь потенциал ергенинских вод востребован не в полной мере. Сегодня мы его не можем использовать как туристический объект. А почему? Вы видите, какие здесь подъездные пути. Вы видите, что здесь совершенно отсутствует какая бы то ни была инфраструктура, которую мы могли бы предлагать нашим туристам. И хотелось бы на этом месте иметь туристический комплекс, в котором могли бы располагаться сувенирная продукция и торговая точка, где можно было бы одноразовую посуду купить. И места для утилизации одноразовой посуды, чтобы здесь не было грязно. И, может быть, охранную деятельность для того, чтобы никто к этому источнику не подходил и не портил его внешний вид. Может быть, в дальнейшем нашлись бы инвесторы, которые бы здесь сделали целый комплекс, базу с домиками, с сауной и другой атрибутикой туристской необходимости для таких комплексов. Люди бы сюда приезжали на две недели, как того требуют, скажем, лечебные показания. И, испивая эту воду, могли бы исцеляться. Иногда мы по 3-5 автобусов едем по южным районам и сюда заезжаем. Ну, попробуйте развернуться вот на этой площадке. Не развернешься. Значит, наш туристский автобус должен стоять за полтора километра отсюда, и туристы туда и обратно полтора, два, три километра должны идти пешком. Как можно показывать какой-то интересный экскурсионный объект, если вот такое окружение? Получается же, то, что стоит совсем немного, здесь не сделано. Чтобы этот объект стал по-настоящему привлекательным для туристов, необходимо заинтересовать инвесторов. Но инвестор никогда не станет вкладывать деньги в проекты с большим сроком окупаемости. Капиталовложения же на освоение Ергенинского источника окупятся не скоро. Поэтому часть расходов по благоустройству должна взять на себя казна города и области. Развитие инфраструктуры поможет туристическому бизнесу освободиться от неуверенности в себе. Вообще, туристический бизнес в Волгограде развивается достаточно динамично. Показатели последних лет свидетельствуют о том, что количество туруслуг неуклонно растет. До 2025 года этот показатель, по прогнозам экспертов, увеличится в полтора раза. Туризм в Волгограде, Волгоградской области, конечно, будет иметь в перспективе положительную динамику, но каких-то революционных изменений мы не будем иметь, потому что в силу объективных обстоятельств по туристической привлекательности наш регион и город занимают где-то среднее место среди других регионов, в частности, Краснодарский край. Но при дальнейших инвестициях в развитие этого направления доходы от туристической деятельности могут быть значительно увеличены. Редактор субтитров А.Семкин